значит зиму пережили есть кое-какие конечно грехи после зимы и сейчас я вот вам как бы покажу и расскажу чтобы не все было по чесноку а то некоторые пишут что он полностью сгнил а некоторые может быть удивляются такому состоянию там ну как бы по-разному да поэтому сейчас приступим и покажем что у нас произошло после зимы но сегодня хочу посмотреть разобраться с такой проблемой при трогании с места периодически не всегда возникает значит какой-то удар такой вот стук возникает вы напишите в комментариях какого какие есть соображения почему потому что возникает не всегда при основном при резком трогании с места ближе к левой стороне у меня например складывается впечатление что это либо шрус ну либо что-то связано может быть креплением коробки передач или двигатели да то есть почему потому что очень так вот четко отчетливо чуть ли не под самым там в районе самого сидения вот поэтому будем разбираться одним машину на данкрате вот и посмотрим что там вообще происходит вы можете видеть что я ее помыл конечно после зимы ну и давайте посмотрим значит благодаря вот этой вот кромочке то есть здесь практически но не практически а это очень хорошо вот этот металлической молдинг я не помню какой машины его снял и сюда нацепил то и здесь у меня нет ржавчины вы видите что здесь обработана гравитексом вот и это конечно реально защищает что еще значит посмотрим вот получил я где-то камушек то есть трещинка он не появилась да вот на этой заглушки там обычная заглушка но это как бы не беда значит идем дальше здесь вот гравитекс почему-то видимо камень какую-то тоже я поймал когда-то или что-то на общем гравитекс скучился и соответственно начинает вроде бы немножко ржаветь на это вот придется устранять по кузову значит по пандаль как бы видим что после того после ремонта там есть у меня видео значит как я ремонтирую крыло крыло в принципе не в принципе а вообще там все внутри вымазано пушечным самым крыло у нас уже третью зиму зимует нормально нигде ничего не значит не появляется никаких ни жуков ничего вот посмотреть на парку конечно крыло я обработал но я торопился ребята да и надо было сделать получше кантик то есть мы это дело исправим как появится время и деньги значит посмотрим на карманчик этого крыла да то есть вот где обычно собирается и ржавеет карман значит у нас вот эти целый никаких этих туда столько наложено всякой мазуты то я думаю что будет гнить дальше что-то где-то но карман будет цел сейчас перейдем значит к следующему крылу чтобы там немножко темновато там у меня света в 10 побольше и сейчас посмотрим левое крыло смотрим на левое крыло арка у нас вся целая я повторяю что это третья зима здесь на заклепках стоят алюминий обработана дальше после этого полимерной смолой но и баксидной шпаклевкой обычная шпаклевка единственный недостаток надо было вытянуть хорошо кантик смотрим карман карман значит у нас точно так же все живое все но прекрасно себя чувствую да и на крыле нет никаких больше я на то есть крылья мы исправили двигаемся дальше значит если вы заметили у меня потому порогу целый стоит пластиковая защита и она начинающую значит такой накладочкой металлической но чтобы мало ли где-то чего-то чтобы как бы не треснула это было сделано еще при старом хозяина так вот здесь вот я металлическую накладку это менял она вот выглядит так вот просто грязновато да это надо вот взять почистить ну естественно подкрасить чтобы был более внешний вид а там я еще не менял поэтому она выглядит как будто там все сгнило и все ржавое мне об этом писали комментариях что у тебя все пороги сгнили здесь вот ручка была ржавчина прошлом году заделано и как вот видим ничего пока не появилось ну вот это вот протертость видимо я не знаю ногти у кого-то наверно длинное или что смотрим дальше заднюю дверь по задней двери по эти вот есть один маленький появился скольчик скольчик маленький надо его срочно будет конечно как-то хотя бы точечно убрать чтобы не переросло это в какой-то боль больше жук такой вот вот здесь вот это стоечка стекольная стекла да то есть она вот опять появились на ней небольшие элементы ржавчины тоже буду убирать в самом начале когда я машину купил здесь было в этом месте я убрал сразу но вот прошло там шесть лет где-то наверное и она опять начинает появляться до соли очень много льют у нас на машины поэтому вот такое дело происходит смотрим дальше значит левое заднее крыло здесь нет никаких вообще изъянах прекрасном состоянии получено где-то была какая-то вмятина но это скорее всего не моего а это детишки во дворе чем-то играют таким непонятным или может велосипед или что но вмятина это не 3 краска не треснула и исправлять здесь ничего не собираюсь вы видите что кромочку я тоже обрабатывал все перед зимой и каждый обрабатываем алилю прямо туда вот загоняя и чуть-чуть вот так вот пускай будет это не очень эстетично но это очень хорошо спасать самый большой грех сейчас вам покажу который постоянно вылазит это конечно задняя значит вот смотрим да в прошлом году не успел заделась подмазывал грунтовкой чтобы меньше но все равно грунтовка как бы не держится потому что было уже делал когда было уже холодновато и все тут по отвалилась тут ржавчина надо будет срочно исправлять здесь откололся кусок значит краски он дальше он откалывался вот весь и вот то есть почему тут так красочка наша легла непонятно и откалываться дальше тоже будем исправлять но зато в прошлом году когда мы сделали вот в этом месте тоже точно так же было как и в том значит в этом месте у нас пока никаких изъянов нет именно вот в этом месте вот сюда дальше вот начал ну ползет почему-то тоже ползет где под кромкой стекла сто процентов знаю что все это происходит из-за того что предыдущий хозяин видимо подкрашивать эти дела и уже я владею этим эти машины семь лет и значит что получается чтобы красить на вопрос стекло вынимать и там это естественно все хорошенько обрабатывать тогда таких изъянов но не должно быть поэтому мы как бы пока еще более-менее кузов живой мы будем просто вот локальным таким ремонтом заниматься потому что ну покрасить его полностью это если не делать самому то это очень круто и очень дорого вот ручка то есть ручка вот я как бы заделывал туда хотя у меня краска не совпало цвет тогда у меня там была от какой-то машины похожего цвета я просто покрасил такое пятно и тогда задел и как бы здесь никаких жуков не полезло единственное что надо конечно в этом году это дело снять плохо видно сейчас я включу свет видно что болтики поржавели и вполне возможно что и там может быть тоже значит ржавчина появляется вот есть небольшой ну и так скажем даже наверное не то что небольшой а какой-то проблемный будет значит узел это вот где крепление амортизатора задней двери значит вот здесь вот отслаивается видимо герметик и туда пошла ржавчина конечно я могу найти кучу видео как это дело исправить то есть я так понимаю что это надо вот дело ободрать насколько там возможно может быть даже все зачистить подкрасить и положить опять слой герметика точнее зачистить прогрунтовать положить слой герметика потом делаю это вот покрасить но если у кого есть какой опыт в этой работе вы обязательно напишите в комментарии поделитесь я буду только вам благодарен и конечно рад с этой стороны такого не происходит то есть я не знаю что туда попало но вот как есть так есть есть еще такая же проблемка вот видите по стыку задней части кузова и крыла да то есть тоже вот появляется желтизна и вполне вероятно что мне кажется что там пошел жучок тоже надо это будет дело смотреть главное чтобы на все хватило времени идем дальше по кузову смотреть да то есть подойдем к правой стороне правое заднее крыло у нас выглядит достойно никаких нюансов нет открываем крышечку смотрим сюда здесь тоже все чистенько никаких ржавчин нет ну так вот налет грязи то есть вот такой вот это его просто опять же там там мавиль прилипла пыль какая-то это просто надо все снять если надо если это кого-то как бы напрягает сам механизм работает видите там ничего тоже не изгнило обычно вот кое-где видел что тоже под крышки собирается сколько жучков что мама не горюй но почему-то у меня этого не происходит не знаю почему значит арка крыла живая карман живой и вот то что я вам говорил по поводу пластины это металлическая пластинка вот она настоит на таких вот заклепках но мы и выкинем нафиг и поставим другую и естественно еще здесь вот сразу раз мы коснулись порога то надо посмотреть значит будет его вообще пластиковый порог этот снять почему потому что один раз у меня свалилась машина с донкрата и пробила вот здесь вот пробила кусок пластмассы и там значит получилась большая вмятина вам все вполне возможно что там значит может быть какие-то начались нюансы да и их придется устранять значит как я вам и показывал видео как я делал дверь то есть я вот покупал замок да вот сейчас я его как бы среди всего этого вот бардака найти а вот он вот он второй замок который еще не поменим да тут надо наводить порядок потому что у меня сейчас все идет стройка дальше то есть времени не очень много на все это хозяйство но вот здесь лежит второй замок правой двери вот он девочка это контракт с контрактной машины значит вот ну там номер стоит какой-то да вот номер оригинальный вот я вам покажу это кому очень интересно чтобы вот оригинальный номер знать это правый замок правой двери и он немецкий он будет работать сто процентов почему потому что как видео я показывал я поменял на левой двери потому что там заедала но не всегда открывалась нормально дверь и все заработала как часы единственное только что что я показывал что дверь провисла и надо менять петли петли мы купим опять же те же самые был на разборочки и все будет у нас замечательно в этом плане правая задняя дверь вот здесь вот тоже ну наверное надо догадываться что когда машина припаркованном где-то возле дороги например да я скажем так я в одном месте паркуюсь с односторонним движением то есть получается парку с левой стороной и идет машина посыпальная то есть вот это вот правая сторона в этом году смотрите вот один я его уже зачистил немножко хотя надо получше жучок появился и поползло вот здесь вот вот под значит под этой резинкой тоже начала появляться вот ржавчина она как бы psy не сильно критичная но надо это делать срочно устранять и вот видите опять от камушка вот от камушка то есть опять появился жучок небольшой тоже не сильно критично что интересно по этой двери вот это вот царапина ребята она была при покупке мной то есть ей 7 лет но она вот в таком состоянии как есть она дальше почему-то не идет я не знаю почему я ее не трогал 7 лет и на вот в таком состоянии находится если дойдут руки вот видите она вот это кто-то ударился видимо может на велосипеде она вот прочертила даже вот сюда но я ее не трогал и не знаю если руки дойдут как были в этом году то я обязательно это дело исправно значит для примера вам еще покажу значит что мне творится с дверями то есть все здесь вот достойном виде то есть ну если вот вы видите то здесь маслянистые такие вот пятна то есть это уже стало тепло и это у нас подтекает ну я не знаю там не залито у меня и молили там обработано всякими другими составами то есть вот они начали такие так жирнеть потихонечку да то есть скажем дверь выглядит вот видишь как бы ничего не скрывают достойно да и если мы посмотрим по салону то здесь вот тоже ничего нет здесь вот у меня обработано значит ну вот железочка это отходит а вот здесь вот где идет стык видите вот эту герметик отошел я когда буду менять это очень хозяйство то есть менять я по новой промажутом герметиком никакой ржавчины тут вы наблюдать и я сам наблюдать не могу вот это правая дверь и правая кстати петля хорошим на состоянии но придется покупать две петли будут строить они приблизительно с контрактной машины где-то около 25-30 евро комплектик но ничего вот да это дверь сейчас покажу она не сильно провисла поэтому я не знаю может я поменяю пару а может быть я оставлю так есть то есть здесь оба не только на лет ну и закрывается она видите достойно то есть вот раз без всяких яких ну как бы время покажет и все зависит еще от времени да то есть есть же работа есть семья есть дома все стройка дома идет параллельным ходом поэтому иногда очень занят поэтому в этом если видите что я долго не снимаю твоего это у меня как бы нехватка времени получил я в этом году еще два значит таких небольших скола но они не не пошли розочкой то есть вот два камушка гольф любит ловить камни я у еще раньше знал когда только эти дальше ночи начали выпускать он где-то там где он девяносто пятом году моего друга был больше к такой практически нового взял и сразу мы поймали тогда булыжник не так хорошо сели значит тогда дороги и гольф поймала особенно он они хорошо булыжники вылетают из-под тех машин и не стоят задние брызговиси и де очень сильно задорно задница поэтому на хвосте я стараюсь сильно не сидеть до забыл вам еще показать видите на стойке лобового стекла то есть вот это же от удара камушком вот сюда вот тоже начался значит процесс жучка образования на паутинку начинает плести поэтому это тоже надо убирать кое-где есть от этих камней и здесь вот небольшие жучки но это все дело очень элементарно убирается плюс ну как бы можно еще такой кромочкой обработать это все хозяйства так что вот такой вот пока вам небольшой обзорчик семилетнего так я ее купил 2016 году до семилетнего владения уже автомобилем значит с полным уходом со своевременным то то есть замена масла там значит что мы еще меняем подвеску смотрим да кстати подвеску надо ремонтировать вот я сейчас разберусь что у меня за звук обязательно постараюсь снять об этом видео но об этом будет чуть чуть позже наверное но это все дела замутим и об этом я расскажу чуть позже в следующем видео ну а пока вот такие вот новости как бы стараюсь следить за вот этим вот аппаратиком аппарат мне очень нравится никаких пока проблем с них особо не вижу и кстати вот смотрите ли приобрел перчатки я начал работать перчатках да это знаете почему я не люблю работать перчатках это жена ругается очень сильно шелки у меня постоянно грязный ну а на этом все всем удачи и пока